У России началась вакцинация от коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить в новогодние праздники. Ее продолжение процедуры является бесплатной для россиян и добровольной. Первыми ее смогут пройти те, кто находится в группе риска. По той же теме на площадке международного клуба «Формат А3» состоялась встреча с первой разработчиком одной из российских вакцин против коронавируса. И второе с нашим коллегой-журналистом, российским журналистом, вошедшим в группу волонтеров и привитым в числе первых. Думаю, вам тоже будет полезно и интересно послушать. Мы ничего сверхъестественного не изобретаем, поскольку сам Центр имени Чумакова – это не только институт, но и производственное предприятие, которое с момента основания и производит вакцинные препараты. И, в принципе, в связи с этим у нас наработан определенный опыт как разработки, так и производства. И в данной ситуации, когда, в общем, для предобстановки требовала быстрого реагирования по разработке препарата, в принципе, все наши старые наработки, которые у нас были технологические, мы использовали для разработки вот этой вакцины для профилактики ковид. Собственно, сама вакцина представляет собой инактивированный вирус, который выращивался на клетках ВРО. Эти клетки нами используются и для производства других вакцин. То есть, в принципе, клеточная культура себя уже показала и хорошо изучена. Я имею в виду про безопасность этого продукта. И сам вирус, который мы выделили сами от больных ковидом, был нами охарактеризован. И мы его используем для наработки и последующей инактивации. То есть, наша вакцина – это инактивированная вакцина, в которую входят все антигены вируса SARS-CoV-2, или как народ его называет, ковид. И этот инактивированный антиген, очищенный, он сорбирован на гидроокиси алюминия. Это, в принципе, та технология, которая нами применяется при производстве вакцины клещевого энцефалита. То есть, еще раз говорю, что вся технологическая цепочка ранее нами была опробирована на других вакцинах, что позволяет нам считать, что наш препарат, в принципе, безопасен. Но это показало и первый этап наших клинических исследований, которые мы сейчас проводим, что вакцина безопасна. Наша схема вакцинации отличается от схемы вакцинации спутника или вектора. Значит, мы применяем двукратно один и тот же компонент на нулевые и четырнадцатые сутки. То есть, на наш взгляд, что при таком эпид-процессе в условиях пандемии вот эта вот схема вакцинации должна позволить быстрее формироваться иммунному ответу и быстрее защитить людей, которые находятся в условиях пандемии. То есть, нулевой-четырнадцатый против нулевой-двадцать первый у других вакцин. А детела у нас начинают, то, что мы детектируем, это на седьмой день после вакцинации, после первой вакцинации. Но не у всех, примерно у тридцати процентов вакцинированных. А у формирования у всех вакцинированных это тридцать пятый день после первой вакцинации. У нас, то, что касается нашей вакцины, пока нет данных по длительности поствакцинального иммунитета после проведенной вакцинации. Четыре месяца – это данные, которыми мы располагаем по нашему наблюдению за животными, то есть за обезьянами, когда мы вводили им вакцину. То есть, через четыре месяца после окончания вакцинации у животных уровень вирус-нейтрализующих антител поддерживается на тех же цифрах, которые он был через две недели после окончания вакцинации. Я вообще человек, который привит от всего, чего только можно. Потому что, ну, понятно, это детский набор прививок от кори, там, коклюша, полиомиелита и так далее. Ну, во всем то, что всем делают, да? Но, когда я ездил по делам в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, я привился от желтой лихорадки, от тифа, значит, там, от чего-то еще. Хотел от малярии, но там, к сожалению, очень сложный такой долгий процесс, и она не очень эффективная, как говорят ученые. Сами, так сказать, вирусологи и эпидемиологи. Поэтому для меня, например, в этом процессе вообще ничего нет. Нет, я, извините, вырос на детских стишках. Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. Завтра я еду в центральную клиническую больницу, где проходили, так сказать, испытания. Завтра будет контрольный забор крови, который будет отправлен в институт имени Гамалеи, где уже в течение, так сказать, нескольких недель следят за формированием иммунитета на клеточном уровне. Это будет, как бы, завершающий забор крови. После этого еще в течение примерно 4-5 месяцев возможно будут, так сказать, какие-то амбулаторные наблюдения. То есть, значит, тебе может позвонить врач-исследователь, спросить, как твое состояние. Значит, при необходимости тебя могут вызвать в больницу для того, чтобы сделать какие-то дополнительные исследования. То есть, вся процедура исследования от момента первой госпитализации, которая длилась в течение 5 дней, для 3 дня, так сказать, перед введением первого компонента и 2 дня после него. И вот с этого момента вся длительность исследований составляет 180 дней, то есть полгода. То есть полгода за нами будут наблюдать, чтобы посмотреть на возможные какие-то отдаленные последствия. Ну, я очень надеюсь, и, в общем, для этого есть все основания, что никаких отдаленных последствий не будет. Во всяком случае, вот среди этой группы 110 человек, группы 60+, во всяком случае, никаких последствий и никаких осложнений ни у кого нет. На моей практике это первая пандемия. Поэтому у меня нет своего личного опыта, а переживания пандемии и каких-то критериев, когда она может закончиться. Ну, как мы понимаем, любой процесс биологии, он имеет начало и имеет конец. Значит, закончится эта пандемия. То есть она может закончиться, я думаю, что критериев не так уж много, которые смогут сказать о том, что она придет к концу. Это все-таки вирус, который не характерен для человека. То есть это не антропонос, это все-таки занос, это вирус животных. То есть как он прорвался в человеческий вид, это отдельная, так сказать, тема исследования. Но, как и все остальные вирусы, которые становятся вирусами человека, когда SARS-CoV-2, в общем-то, так сказать, сумеет измениться и станет вирусом человека, то есть такого клинического проявления тех вот симптомов, о которых мы знаем, с которыми многие из нас уже сталкивались, их уже в таком количестве быть не должно. Это первое. Второе, к этому может привести еще один фактор, то есть, конечно, количество людей, которые переносят заболевание, оно с каждым днем увеличивается, и это, в общем, приводит за собой и увеличение иммунной прослойки по отношению к этому вирусу, то есть это возникает внутривидовая защита от этого вируса. Ну и третье, я не знаю, то есть, насколько это, сочтут это не рекламой, что введение вакцин, то есть сначала такой массовой вакцинопрофилактики или вакцино-лечения в условиях пандемии по отношению к SARS-CoV-2 точно так же приблизит окончание этой пандемии. То есть, чем станет больше когорта людей, которые не просто переболели этим заболеванием, имеют антитела, но и когорта людей, которые будут привиты вакцинами от COVID, тем быстрее этот вирус перестанет вызывать столь манифестные заболевания у человека.